Мне кажется, если бы Владимир Владимирович не платил вот эти деньги, мне бы их просто забрали. Но одних выплат от государства недостаточно. Многодетная мама Анна Аманчина одна воспитывает пятерых детей. С супругом она в разводе. Поначалу мужчина перечислял помощь, но вот уже почти два года, как об отцовском, долги забыл. Анна работает кассиром, зарплата 30 тысяч рублей. Денег едва хватает, чтобы свести концы с концами. У меня дом в ипотеке. Мне не хватило миллион триста, что-то. Я взяла ипотеку. Ну, спасибо опять же государству. 450 тысяч за меня закрыли. Там я в республике продала дом, там за дорого не продашь. Вложила вот сюда, но у меня все равно миллион триста как бы ипотека. Я плачу 20 тысяч в месяц. На какой срок? Ну, я на 30 лет взяла. В своих малышах Анна Аманчина души не чает и хочет для них всех благ. Поэтому добивается от экс-супруга выплат. Но судебные приставы пока не могут достучаться до неплательщика. Женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на бывшего мужа. Но надзорный орган потребовал документ с суммой задолженности. Эти цифры женщина должна взять у приставов. Этот мужчина на меня кричит, что вы сюда пришли, у меня рабочий день заканчивается, надо приходить по часам. Я говорю, вы же мне сами сказали прийти. Он говорит, я вам ничем помочь не могу. Я встала, ему говорю, я говорю, напишите мне тогда отказ в письменном виде. А между тем, неуплата алиментов – большая проблема для всей России. Судебные приставы нам рассказали, что за первое полугодие текущего года только в Алтайском крае числится свыше 15 тысяч исполнительных производств в отношении алименщиков. В свою очередь, служба судебных приставов проводится работа для снижения остатка по трудоустройству должников. Оказывается содействие в данном направлении деятельности. В настоящее время самая крупная задолженность составляет более 1 миллиона рублей. Это те люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Судебные приставы побуждают к выплатам разными способами. Взыскивают деньги в зарплаты, устанавливают временные ограничения на выезд из страны, арестовывают имущество и не только. Наша героиня надеется, что такие меры будут применены и к ее бывшему мужу. Может, наконец-то проснется совесть или хотя бы ответственность. Почему детям элементы не платишь? Скажи, пожалуйста. А это ты приставший обращайся. Почему она не учида? Мария Костолева, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.